В сети интернет набирает оборот флешмоб Tetris Challenge. Начали его экстренные службы. Правила довольно-таки просты. Инвентарий из машины нужно разложить таким образом, чтобы получились детали из игры. Лечь рядом и сфотографироваться с воздуха. С высоты птичьего полета аварийные службы как на ладони. Готовность номер один. Первые в шеренге машины Одинцовской теплосети. Сотрудники аккуратно, как пазл, разложили оборудование. Бензопилы, помпы, течеискатели, шуруповерты. Начальник аварийно-ремонтной службы Руслан Савич к флешмобу относится положительно, но не ради шутки. Таким образом можно точно убедиться, весь ли инвентарь собран. В основном у всех набор одинаковый. Просто бывает где-то нужна, например, пушка, дизельная электрическая пушка, которая где-то, если, например, в помещении, в подвале дома, где-то что-то подмерзло, или в ЦТП, или как разогреть, отогреть и так далее, и провести работы. В аварийно-ремонтной бригаде четыре человека, сварщик и три слесаря. Этого достаточно, чтобы оперативно провести работы. Ваша оценка готова к зиме? На сто процентов, да. Чрезвычайные ситуации в осенне-зимний период могут произойти в любой момент. Именно поэтому проверка укомплектовности как личного состава, так и инвентаря проводят в обязательном порядке. Бригада номер один по фамилии, значит, у нас четыре слесаря, четыре комплектёра, один из наших, соответственно, по-моему, это четыре слесаря, четыре комплектёра, один из наших. Девять. Да, девять, проверим. Да, и двое, 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 двое. Кроме бригады Денцовской теплосети на проверку представили спецтехнику, водоканал и управляющие компании, в том числе и из Венигорода. И это более 20 машин. Уровень, скорее всего, удовлетворительный. Он у нас трёх уровней. Удовлетворительная готовность, ограниченная неготовность. То есть мы говорить будем об удовлетворительной готовности, потому что, исходя из того, что мы сегодня увидели, проверили, предъявление готово практически полным объёмом. В распоряжении аварийно-ремонтных бригад есть и спецтранспорт, бульдозеры, кран, грузовые автомашины. И хотя синоптики прогнозируют в средней полосе не очень суровую зиму, аварийные службы готовы к переменчивому характеру погоды, чтобы не получился в округе флешмоб под названием «Чрезвычайная ситуация». Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».